Золотой трамплин России предсказали четвертое место по валютным резервам. Золотой трамплин России предсказали четвертое место по валютным резервам 8 часов 17 августа 2019 года. Обновлено 8-7 17 августа 2019 года. РИА Новости. Павел Лисицын. Золотой слиток. РИА Новости. Павел Лисицын. Москва. 17 авг. РИА Новости. Максим Рубченко. Россия впервые за 8 лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и выйти по этому показателю на четвертое место в мире после Китая, Японии и Швейцарии Это обеспечит Москве усиление влияния в ОПЕК и стабильность рубля даже в случае снижения нефтяных котировок Нефть не спасает За последние 4 года российские международные резервы выросли на 45%, посчитали аналитики агентства Bloomberg Согласно данным Банка России, в конце июля их объем достиг 520 миллиардов долларов Это пятый результат после Китая, Японии, Швейцарии и Саудовской Аравии Саудовские ЗВР за те же 4 года сократились на четверть С 700 миллиардов в апреле 2015 до 527 миллиардов в июне 2019 Так что разрыв между Москвой и РИДом минимальный Аналитики Bloomberg Уверены, что Россия скоро обойдет Саудовскую Аравию Особую интригу создает то, что экономика обеих стран исключительно сильно зависит от экспорта углеводородов А тенденции на нефтяном рынке сейчас не вызывают оптимизма С апреля котировки снизились на 22% с 74,5 до 58,5 доллара за баррель сорта Бренд и улучшений не предвидится 12 июля, 08.00 РИА Новости Американский Федрезерв испугался золотого стандарта Ситуация все более неопределенная В последние годы Москва последовательно накапливала золото И если в резервах Саудовской Аравии По данным на конец июня На золото приходилось всего 0,08% То в запасах Банка России доля драгметалла за 5 лет увеличилась с 3,5 до 18,6% При этом радикально сократились вложения в американские гособлигации Со 160 миллиардов долларов в начале 2013 до 10,8 миллиарда в июне этого года АР РИА держит в Трежерис более 170 миллиардов 27 июня, 08.00 РИА Новости Если завтра война, что сулит России конфликт Ирана и США Эксперты уверены, драгметалл продолжит дорожать на фоне нарастающей обеспокоенности инвесторов По поводу приближающегося глобального кризиса Трейдеры даже пустили в обиход термин «стена беспокойства», подразумевающий торговую войну Брекзит, Гонконг, Иран, Италию, Кашмир, Северную Корею Южно-Китайское море, Турцию и Венесуэлу В минувшую среду к перечисленным факторам добавилась еще и аномалия на рынке американских гособлигаций Доходность двухлетних казначейских облигаций США превысила доходность десятилетних Обычно бывает наоборот, поскольку вложения на длительный срок связаны с дополнительными рисками Обратная ситуация инверсия свидетельствует о том, что, по мнению инвесторов, через 10 лет ситуация в экономике США будет гораздо лучше, чем через 2 года То есть на подходе серьезный кризис Инверсия доходности по гособлигациям считается самым надежным предвестником экономического спада За последние 50 лет она предшествовала всем финансовым кризисам В последний раз инверсия наблюдалась в 2007 как раз накануне глобального краха 19 апреля, 08.00 РИА Новости Спасать и починить В США рассказали, как Россия управляет ОПЕК Для самих россиян важнее то, что большой объем золотовалютных резервов гарантирует стабильность курса национальной валюты вне зависимости от колебаний мировых цен на нефть На этой неделе на фоне паники инвесторов из-за признаков надвигающегося кризиса курс доллара впервые с апреля поднимался до 66,58 рубля Однако в пятницу вернулся к отметкам ниже 66 рублей, что большинство аналитиков считают экономически обоснованным уровнем В частности, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что текущий курс в 65-66 рублей за доллар соответствует оценкам правительства Наш прогноз, который был изначально, предполагал, что во втором полугодии курс будет в диапазоне 65-66 рублей за доллар, на который мы сейчас де-факто и вышли, отметил министр То есть, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета Сейчас он ближе к фундаментальным значениям на текущий момент Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова